Уважаемые дамы и господа, после недавно прошедшего массового судебного процесса в ускоренном судопроизводстве 683 сторонникам свергнутого египетского президента Мурси был вынесен смертный приговор. Положение в стране крайне напряженное. Если эти смертные приговоры действительно приведут в исполнение, то это еще больше подогреет агрессию мусульманского братства, которое после пуча против их избранного президента Мурси без того уже сильно разочаровано и находится в отчаянном положении. Раскол в стране все больше увеличивается. И гражданская война уже запланирована. До сих пор горько разочарованным был тот, кто еще надеялся избежать эскалации решительным вмешательствам США, которые обычно выдают себя за стражи демократии. Министр иностранных дел Кэрри назвал эти решения египетской юстиции лишь внушающими беспокойство. Можно поставить под сомнение, действительно ли он обеспокоен. Так как и после первого массового процесса в марте со стороны США отсутствовало решительное вмешательство. Нет, напротив, вместо того, чтобы санкциями воздействовать на египетское руководство, опять была возобновлена военная помощь и обещана поставка в Египет десяти боевых вертолетов. Ввиду этого положения становится ясно, что США, очевидно, не думают действительно вступать за правовое государство и демократию в Египте. Более того, создается впечатление, что раскол в египетском народе для США выгоден. Ведь и во всех других странах, которые вмешивались США, таких как Афганистан, Ливия, Ирак, царят условия, подобные гражданской войне, и в населении происходит глубокий раскол. Может быть, эти расколы вовсе не являются случайностью, а целенаправленно проводились и проводятся, чтобы разрушать единство народов и этим ослабить их? Так странам будет легче контролировать по принципу «разделяй и властвуй». То же самое сейчас можно наблюдать между Россией и остальной Европой, где посредством США и СМИ пытаются вызвать раскол и лишний раз натравить народы друг против друга. Поэтому, дорогие зрители, помогайте везде распространять голос против, чтобы через общественное давление можно было избежать эскалации положения. Сердечное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok